Как вы знаете, традиция в американской академии это, что любой предмет там начинается с полностью абсолютного нуля. Что в некоторый момент я просто в качестве такого специфического хобби решил пойти на вечерние курсы и пройти полную базовую последовательность курсов по общей и органической химии в американском колледже. Так вот там самый первый курс, самый начальный этой последовательности начинается с того, что там студентам начинают измерять нечто генийкой. То есть такое ощущение, что они ожидают, что кто-то просто с луны сводится и все, что умеет, это умеет считать и писать. Но этот курс довольно быстро идет вверх, то есть это такое вот ложное ощущение. И когда дело доходит до органической химии, то курс становится очень тяжелым и более интенсивным, чем, например, курсы органической химии, которые я видел в своей бытности в московском физтихе. То есть там доступает момент, когда оно все становится сурово, но он начинается с нуля. Также начинается и этот курс, хотя этот курс не становится никогда особо сложным, но он начинается просто с абсолютного нуля. То есть дальше показывает пример, что как встроенный компьютер может помочь даже просто в управлении фонариком с батарейкой. То есть показывает, что мы можем экономить электроэнергию тем, что в фонарике регулировать его яркость с помощью шима, а не с помощью подключения с сопротивлением. Вот, то есть это вот первый пример, который используется в этом курсе. То есть в курсе оказываются, естественно, основы микропатроллеров, то есть процессорное ядро, периферия, то есть как порты общего назначения, так и связь с аналогов цифровыми преобразователями. Дальше в курсе вводятся таймеры, прерывания. Вот, чрезвычайно важная часть этого курса, которая отличает его от других курсов и которая была введена в том числе с моими пожеланиями, в том, что Алекс Дин... Ну, в большинстве курсов студенту не пытается убедить, почему он должен использовать прерывание или же почему он должен использовать real-time operating system. А вот тут, значит, Алекс Дин просто показывает в несколько этапов, что он начинает с простой программы, которая опрашивает кнопки и ставит лампочки, и потом показывает, что в такой программе, которая сделана без прерываний, ресурсы процессора тратятся неэффективно. То есть он занят большую часть времени в том, что он ждет, а также программа не получает правильное время ответа, то есть response time. После чего он вначале реструктурирует программу в конечный автомат, потом вводит концепцию прерываний и показывает, как это улучшает время реакции на внешнее событие. И потом он показывает, как можно разгрузить с использованием прерываний и конечных автоматов время процессора, чтобы процессор был занят большую часть времени вычислением каких-то полезных алгоритмов, а не там просто быть что-нибудь ждал. И дальше показывает, что без real-time operating system можно писать программы этим способом, но если у вас имеется большое количество параллельных процессов, событий и так далее, то код становится довольно сложным. И чтобы код упасть, можно использовать ARTOS, который просто автоматически распределяет время и ресурсы между несколькими процессами. То есть он, собственно, подводит логически студента к пониманию необходимости тех или иных вещей. Это важная черта этого курса. Другая важная черта этого курса, это что... Илья рассказывал, что можно рассматривать микроконтроллер, либо как черный ящик, в котором сидит некий гномик, который просто исполняет инструкции. А можно рассматривать микроконтроллер как некие блоки, которые обмениваются друг с другом транзакциями и с внешними устройствами. И высказывал людей, что можно начинать так, можно читать сяк, и результат будет один и тот же. Но на самом деле, для меня, как для человека, работающего в микропроцессорной компании, вот с моего угла зрения важно, чтобы все-таки люди понимали, как архитектуру, так и микроархитектуру, чтобы не могли увидеть микропроцессоры и как нечто, что исполняет команды, то есть как архитектура, и как нечто, что имеет некую структуру, структуру конвейера, архитектические устройства и так далее. Вот. И хотя курс Алекс-1 не содержит никаких способов, типа проектирования собственного микропроцессора на виллоге, как это делается в Харрис и Харрис, но он содержит некие связки с курсом микроархитектуры, потому что он показывает устройство конвейера, показывает, значит, работу кэшей, то есть, когда студент после этого изучает микроархитектуру, то у него уже имеется некий крючок, к которому привязывается его внимание при изучении микроархитектуры. Вот. Теперь. Да. Еще также по, значит, пожеланиям вот разных людей у нас в комитете, в Аликс Дин ввел в курс некое начальное введение в анализ производительности микроконтроллера микропроцессора. То есть, тут есть интересный момент, что по умолчанию микроконтроллер ПИК-32, он ставит... по умолчанию он ставит параметры конфигурации, которые являются надежными, но которые приводят к низкой производительности. То есть, по умолчанию он ставит weight states, то есть, циклы ожидания на доступ к памяти, он ставит низкую частоту системного клока и частоту шины, то есть, вообще, реально просто с помощью изменения параметров в конфигурации можно скорость выполнения программ увеличить в разы. Вот. Но, кроме этого, для студента также важно понять, как изменение стиля программирования может повысить скорость его собственных программ. Для этого студент должен понять, что компилятор делает из программы на C, а также, как делать профайлинг, то есть, как измерять скорость выполнения программ с помощью профайлера, вот, и тем самым, как можно, значит, повысить производительность. То есть, в принципе, профилирование программ – это то, что можно делать и на больших компьютерах, но просто для малых микроконтроллеров, это является значительно более критичным. Дело в том, что у микрочипа на сайте вы можете выбрать что-то типа 900 и уже, видимо, больше тысячи вариантов различных микроконтроллеров с разной производительностью и с ценой, которая хреблется от, типа, десятков центов до больше, чем 10 долларов. Вот, то есть, цены могут отличаться на два порядка. Если вы делаете очень массовое устройство, то в таком случае каждый цент в цене важен. Вот, и если вы можете для программы использовать более дешевый микроконтроллер, то стоит использовать его, и это в количественном итоге экономически выгодно. Вот, поэтому студент должен с довольно ранней стадии вообще чувствовать, где у него в программе происходит утеря в производительности. И вот Алекс Дин, он вводит также некое начальное введение и в эту область. То есть, вот, даже в оптимизации алгоритмов, значит, хотя он про это говорит совсем чуть-чуть, вот, но эта часть в этом курсе должна быть, потому что цель этого курса, это должен быть первый курс, которым сталкивается студент, который начинает такое вот программирование. Значит, дальше в курсе есть сведения про Microchip MPLAB Harmony, но Harmony это такой фреймворк, который является комбинацией артосов и драйверов от Microchip, но, если честно, я лично так и не понял, чем Harmony так все это дело упрощает. Вот, сейчас я не смотрю в Harmony глубоко, и возможно, что даже для начальных студентов это просто, так сказать, лишнее. То есть, вот, мое личное мнение, что лучше просто использовать там просто, ясно работающий MPLAB X, вот, Free ArtoS, вот, если вы можете использовать Харман и каким-нибудь образом его применять, то это, конечно, можно делать, но для целей данного курса это не главный, не главный момент. Большую часть вещей в данном курсе можно использовать с помощью просто MPLAB X и Free ArtoS. Вот, теперь... Printing IT-девайс, но я лично не рекомендую использовать этот курс в качестве основы курса по интернату вещей. Если вы хотите использовать курс по интернату вещей, у меня есть для вас, с моей точки зрения, более интересное устройство. Которое называется Printing Smart 7688. Вот, это вот такая вот плата. Есть плата расширения. Эта плата сделана на основе микропроцессорного ядра среднего класса, то есть, mid-range, MIPS 24KC. Причем, компания MediaTek, она планирует с этим... То есть, она инвестирует, и у нее есть долговременные планы, значит, наши, с компанией на, значит, годы вперед. Вот, с MicroDeck'ом плотно работает, значит, отделение наше в компании в Шанхае. То есть, вот это вот MIPS 24KC в свое время сделали у нас в Sunnyvale, после чего сделали MIPS 34KC, после чего MIPS MicroActive UP. И вот MediaTek теперь, значит, работает с нашей компанией на в дальнейшем... Извиняюсь, не MIPS MicroActive UP, а MIPS InterActive UP. Это вот следующая за MIPS 34KC, то есть, MediaTek работает с нашей компанией над дальнейшей эволюцией этого процессора, то есть, MIPS InterActive. И этот MIPS InterActive, он более эффективен, чем аналогичные ему ядра ARM. Вот, именно из-за этого MediaTek так вот держится за эту линию. То есть, типа, несколько лет назад, там, думали, что вот эта вот линия MIPS 24KC, в 3-4К InterActive, она будет помещена ARM, то есть, как в Qualcomm Aceros, так и в MediaTek. Но этого не случилось. Вместо этого MediaTek сейчас еще больше инвестирует вот эту в линейку. И вот эта вот плата, LinkedIn 7688, вот, у них есть, значит, плата расширения. Эта плата, она стоит гроши, она стоит, типа, 10 или же 14 долларов. И на ней может работать OpenWRT Linux. И при этом у нее отличные показатели по энергосупотреблению. То есть, ее можно использовать для хабов, для интернета вещей. Вот, ее можно использовать для студенческих упражнений. И можно использовать даже для школьников, как более дешевый вариант платы, которая стоит между... То есть, по цене и производительности она стоит... То есть, она как бы дешевый вариант Raspberry Pi. Ее можно программировать с помощью тех же средств. Вот, то бишь, она как бы по производительности стоит между, значит, Arduino и Raspberry Pi, и Winkel Palileo, причем ее можно использовать даже для школьников, которые могут программировать ее на фейтоне с помощью интерфейса, как он называется, который спортирован из Intel Palileo и Raspberry Pi, но ее можно также программировать и с помощью стандартного OpenWRT Toolkit и GCC Toolchain. То есть, ее можно использовать для обучения студентов, как работать с встроенной версией Linux, OpenWRT. Вот это вот OpenWRT используется массировано в MIPS-бэйст модемах, то есть LTE модемах, и студентам можно учить, как вот писать всякие там Linux-драйверы. Вот, вот эта платка, вот, и вот мне плата расширения. Вот, вот эта вот плата, она для интернета вещей более удобна, а вот использовать PIC32 для интернета вещей, это вещь искусственная. То есть, это, я думаю, кто-то из нашего маркетинга вместе с Робертом Овеном, и когда это показывают разным людям, вот, преподавателям, то они, в общем-то, сразу видят, что эта связка является искусственной, она только отвлекает от PIC32MZ, как, вот, хорошая, добротная платформа для микро-контроллерного курса и курса по Arthos. Вот, Access and Timer, ну, это, в 2015 году, вы можете просто скачать эти все материалы с сайта, вот, и все. Теперь, наверное, можно сделать маленький перерыв, после чего я буду просто показывать слайды из этого курса. Вот, а именно я буду показывать слайды им... Держи, я могу продолжить, сейчас 10-12. Можно сделать маленький перерыв, после чего я могу показать вот эти слайды по курсу Alex1 и сделать демо вот с такой вот платой. Перерыв, я могу выполнять вот такие вот.. Вот, ребят. Вообще! По air folk着 kilometres, по найдуえる понадобятсясть к нереально по îщеркализмите, по по пути-щер по второму курсу, по пути-щер по второму курсу, Субтитры делал DimaTorzok Дистанционно и он это сделать не сможет От того, что у него сейчас просто есть некоторая пара, которая просто не может открыть Я просто с утра пытался разобраться Вот этот Adolk Connect, через который Чарльз Его вчера закрыли просто туда Поэтому я сегодня с утра пытался разобраться, как восстановить Ну, он только до четверга работал Теперь только все, кто дистанционно, только через Skype, ну какие-то такие А закрыл кто? Ну, это, видимо, на каком-то там уровне административном, я не знаю Это все равно, в общем, потому что я буду просто показывать все эти Ну, это соединяется клад, вот эта расширительная клада, вот эта прямая штука Ну, не просто, а просто можно вот так Ну, вот так вот То есть, здесь счет сделан как Альдуин? Ну, это просто снять и туда вставлять Да, да, вот эта штука снять и вставлять Слушай, я даже вот эта вот штука, ее можно вот так просто поставить Что-то им все большие Там все сделано по-другому, там по-другому не ставишь, если глаза есть Ну, конечно Что так называется эта плата? Слушай, вот Эта плата называется А, что это и есть название Вот это, вот это какая-то штука Это медиатек Вот, вот так он стыкается А я сейчас просто расскажу, как оно стыкается Это у нас здесь чудовица А, да, 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 да Вот это вот А, там стыкается еще А Ну, как ты прохлечил? Ну, как ты прохлечил? А, что это? на терапевтикс да что можно вот так вот 2 миллиона долларов это объем чего все электронные включая электронику нет вообще включая все то есть включая производство консюма электроники 350 миллиардов это производство микросхемы 350 миллиардов это производство микросхемы так хорошо